всем привет сегодняшнем видео как вы уже догадались я покажу несколько способов как можно сделать четверти не прибегая к станкам то есть продолжаю свою рубрику столярка без танков как выполнить ранее вот из такой вот доски я напилил делянки сделал при помощи самодельных струбцин щиты склеил и дальше при помощи фрезера ручного и самодельного приспособления я отриснул совал привел в единый размер 35 миллиметров которым не надо было вот такие заготовки сегодня я покажу три способа как можно выбрать четверти на любой заготовки в данном случае это доска при помощи электроинструмента первых два способа которые я покажу они будут касаться вернее будут задействовать ручной фрезер один первый раз я при помощи ручного фрезера прямо на столе здесь выберу четверть размеры которые я обозначу чуть позже и второй способ тоже фрезер но при помощи фрезерного стола то есть подобного фрезера который встроен в стол третий способ это при помощи циркулярной пилы который я встроил в стол в прошлом видео показал как я это сделал и покажу как можно выбрать четверть при помощи этого стола и так начинаем первый способ это сказал при помощи ручного фрезера мне понадобится обычный кромочный фрезер марка бренд не имеет никакого значения они сейчас все одинаковы клоны друг друга поэтому возможен самый любой и простой у любого фрезера подобного типа да и более старших братьев есть так называемый параллельный упор но он достаточно слабенький он металлический я сюда такую фанерку прикрутил на два болтика и закрепил что было большая площадь опоры дальше при помощи регулировочных здесь болтиков я и вот такого вот приспособления самого обычного китайского я выставил высоту фрезерования и глубину фрезерования условно 10 на 10 миллиметров что я буду делать дальше я закреплю обязательно заготовку к столу даже сделаю прямо раз при помощи струбцин струбцин можно использовать абсолютно я в данном случае быстро зажимы самое главное зафиксировать заготовку чтобы можно было работать в данном случае зафиксирую пациент сейчас объясню для чего по центру и с одного из краев концов далее я возьму фрезер и постепенно погружая то есть не за один проход я буду вы фрезеровывать необходимую мне четверть что касается фрезы то она здесь конечно самое обычное 10 миллиметровая но в данном способе в данном способе обработки желательно чтобы верхняя кромка тоже была с режущими ножами ничего в принципе сложного нет очень много раз я это показывал сейчас включу в розетку и покажу как я буду делать устанавливаю можно на край можно немножко отступить а потом войти сюда но самое главное я буду стараться потихоньку то есть не весь сантиметр буду за раз выбирать ну вот я прошел первый проход сейчас я переставлю камеру покажу здесь есть небольшая такая особенность и дальше буду проходить дойду до момента когда соприкоснусь со струбциной она не даст мне дальше работать я переставлю сюда также пройду дальше опять переставлю струбцину сейчас переставлю камеру поближе покажу здесь есть одна особенность надеюсь вам видно сейчас я почищу что было больше видно есть небольшая такая особенность я выставил глубину чуть большую чем моя фреза я глубину выставил сюда 12 на 12 вас будет 12 на 12 а фреза у меня 10 это я специально сделал что показать такую особенность то есть вот здесь у вас останется бортик его можно также спокойно вы фрезеровать ну скажем так от руки не прижимая то есть когда вы следующий делаете проход вы не прижимаете вплотную вот этот параллельный упор а немножко делаете такую проставочку ну не проставочку не надо делать небольшой делаете отступ и проходите от руки то есть вы не навредите ни в коем случае материалу это первый способ второй способ это съем стамеской технологичнее наверное это сделать прямо фрезером сейчас покажу насколько камера позволит то есть я от руки взял и снял такой маленький нюанс даже не стоит на это заострять внимание вот сейчас я еще раз переставлю камеру чтобы было лучше видно наверно и пройдусь вот ну как минимум до струбцины надеюсь было видно возвращаю камеру первоначального плану теперь переставляю струбцину положение с этой стороны и продолжаю работать вот я закончил это не заняло много времени единственное здесь конечно что занимает время нам представляет струбцины но это немного и проходить не за один проход ну стараться так делать ну и у меня получился вот такой пас не знаю будет видно не будет достаточно чистый вырвав нету вот вот такой не пас или путаю четверть вот такая простая четверть понятно что я сделал с той стороны где у меня не доска не отрезана но неважно я показываю сам принцип вот получила четверть это был первый способ сейчас перехожу ко второму как я говорил ранее следующий способ это способ выборки четверти при помощи того же фрезера но который встроен во фрезерный стол я уже показывал своему видео в одном из своих видео работа на этом фрезерном столе здесь тоже нет ничего сложного это столешница пластины который прикручен фрезер и она помещена на стол и сделан металлический каркас также имеется параллельный упор ну или просто упор фрезерный который позволяет прижимать заготовку к нему и так я опять же при помощи прибора целого чудо прибора выставил высоту фрезы здесь 10 15 10 миллиметров 15 соток получилось и здесь у меня глубина в данном случае 1550 но она не имеет сейчас никакого значения фреза самая обычная самое главное чтобы у нее были режущие кромки сбоку здесь в данном случае две кромки верхняя не имеет сейчас никакого значения но если она есть уже будет более чистый чистая четверть сверху дальше я возьму обычную заготовку по моему березы вот дощечка на обработана с двух сторон есть базы ты отрезал что я буду делать я буду проводить заготовку прижимаю параллельному упору и обрабатывая фрезой понятно что этот фрезер намного мощнее чем предыдущий вариант но тоже высота сколько получилось там порядка десяти миллиметров за раз выбирать тоже не стоит поэтому я буду данном случае ну как бы подводить к фрезеру вот подводить параллельному упору за несколько проходов я постараюсь сначала вот так снять потом углу сделаю глубже еще пройду и потом чистовую конечно можно с помощью параллельного упора выставить таким образом что сначала я сниму 5 миллиметров потом ну не 5 на сначала 3 потом 3 и потом почищу уже до 10 можно и таким способом но когда идет целый поток это наверное оправдана когда я сейчас сделаю одну деревяшку просто несколько раз зайду сюда включаю надеюсь все видно здесь все достаточно просто ну вот таким образом у меня получился вот такое такая вот четверть понятно если я это делал скажем так на чистовую ну и предупрежу на всякий случай еще раз когда мы проводим фрезой вот так с этой стороны надо обязательно подкладывать какую-нибудь деревяшку надо подкладывать деревяшку чтобы не было вырвав здесь ну и желательно это делать с пылесосом то есть способ достаточно простой здесь нет ничего сложного таким же образом я не сказал и в первом способе можно мне в ульях иногда я не показал этот способ на ручном фрезере ну принцип тот же самый иногда чтобы соединить две боковины скажем улья мы тоже выбираем здесь четверть вот это вот и сюда потом входят ну ответная часть также это можно сделать на этом фрезере к примеру мы видим а я отмечу необходимую нам глубину дальше я ослаблю выставлю то есть надо на глубину вот этой детали то есть я совмещу вылет скажем фрезы относительно параллельного упора на толщину вот этой вот заготовки который мне надо будет доставить я сейчас делаю на скорую руку но делать это надо тщательно от этого все зависит ну качество выборки четверть и также зажимая что я буду делать допустим не надо выбрать тоже высоту 12 миллиметров по толщине сейчас посмотрим сколько это будет здесь будет значит толщина вот этой 40 миллиметров ну и дальше попробую сейчас сделать то же самое у вас на глазах выборку конечно если делать то по серьезному лучше сделать запил и до него будет чище для его выбирать ну посмотрим как это получится то есть высота у меня остается прежняя сразу беру заусенцы лиза уже подустала и режет конечно же не четко смысл в том что вот показать стороны именно на необходимое нам толщину выбран паз величина этого глубина этого паза это в зависимости того сколько вам надо самое главное проходим не за один раз а за несколько если вы выбираете такой паз то наличие наверху режущих кромок обязательно чтобы здесь было ровненько но тем не менее когда вы много раз проходите фрезой они не предназначено для ровной выборки здесь останутся небольшие шероховатости которые можно удалить при помощи наждачки там за несколько раз в этом большой проблемы нет это был второй способ третий способ я покажу сейчас при помощи циркулярной пилы которые обмонтировал в импровизированный стол но скажу сразу что есть еще один способ выборки четверти при помощи циркулярные ручной циркулярные пилы и бокового упора мне просто его нет но я его потерял но этот способ очень хорошо на своем канале показал дмитрий передаю ему огромный привет это автор канала пчелкин двор очень интересный мастер очень интересный пчеловод заходите к нему посмотрите он все делает своими руками все приспособления пчеловодные что касается и дерево что касается и металла и литковые заградители и корпуса ульев заходите посмотрите ссылку меня обязательно будет то есть еще раз повторяю есть и четвертый способ хотя я уверен что их есть еще много как сделать четверть не прибегая к станкам перехожу к третьему способу по моей версии в прошлом своем видео я показал ссылка будет как сделать такой простой самый импровизированный столик что для этого надо у нас есть пильный диск нужна линейка для начала и карандаш надо понимать что когда мы вы будете выбирать четверть то сам пильный диск он тоже участвует время участвует в процессе но его толщина она уже входит в саму четверть то есть если когда мы отпиливали дома было просто отпилить на этом импровизированном столе по заданным размером 4 сантиметра деревяшку мы между упором и пильным диском выставляли 4 сантиметра а теперь чтобы выбрать четверть нам надо выставить упор уже ориентируясь на вот эту плоскость диска то есть для этого как и прошлый раз когда я выставлял показывал как сделать упор я беру линейку прикладываю пильному диску смотрю чтобы тут есть небольшие на паечки чтобы на паечки попадали то есть нам нужен полный размер сделал и провожу линию то есть вот эта линия будет для пазов теперь не просто-напросто надо отмерить ну давайте я буду делать сантиметр на сантиметр то есть от этого то есть вот от этой линии я отложу сантиметр и от этой внешней линии я также отложу сантиметр провожу линию но опять же я в прошлый раз говорил что можно сделать просто шкалу и тогда будет все достаточно просто я просто показываю сам принцип еще раз говорю никого не заставляю это делать дальше я прикладываю то что я считаю ровным то что я использую в качестве упора я прикладываю строго по этой линии и как прошлый раз креплю при помощи ничего сложного в этом дальше при помощи механизма который отвечает в пиле за высоту дисков за вылет диска скажем так опустите оси не помню где он опускаем на необходимую высоту понятно что это не станок но тем не менее при помощи линейки специальной линейки сейчас чтоб не задерживается просто закреплю расскажу мы выставляем высоту опять же с учетом того какой мы хотим сделать не стоит ждать точности вот подобного рода станков понятно потому что у нас больше он сделал конечно на колено ну предположим что здесь я выставил сантиметр здесь есть у меня сантиметр сейчас закадруем проверю и дальше включу я произвел первый запил вот он на ваших экранах перевернул и сделаю еще один пропил чтобы удалить вот эту рейку но я сделал пропил признаком того что все более-менее это то что выскакивает такая вот речка которая у вас получилось в отличие от фрезера там только одни опилки здесь получился вот такой паз единственный еще совет такой небольшой когда проводите заготовку старайтесь ее равномерно прижимать как к столу так и параллельному упору понятно что можно вести по большому счету не опасаясь до определенного момента но всегда надо использовать прижим особенно в конце лучше его делать вот так вот либо вот так но ни в коем случае не со стороны там где идет пильный диск тоже можно привыкнуть там забыть что чуть выше ну может ударить поэтому чуть стороне не забывайте про технику безопасности рукой вы можете прижимать параллельному упору а этим прижимом к столу вполне годный и рабочий вариант я им пользовался течение по моему даже двух лет понятно что это невозможно сравнить со станком но тем не менее на этом все я рассказал вам о том как можно выбрать пазы различными способами сами решаете какой подходит больше вам нужны ли вам речки или опилки решайте выбирайте а мне ставьте лайк или дизлайк аргументируйте пишите подписывайтесь зовите друзей всем пока до свидания пока пока всем пока жду лайков ну реально жду лайков то трудно ну ладно пока 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 пока